А второе, реальная стройка в озерах была об типу, даже русского языка не знаю, и подобие непомерно длинного железнодорожного моста, как я уже писал, вышел натянутый трос Фелькина грамота. Какой трос, какая Фелькина грамота. Там еще был струнный рельс, на самом деле, в трубе это разновидность рельса, здесь прямоугольная труба, а там круглая. Было 9 канатов, и колесо ехало по рельсу, в данном случае труба имеющая свой радиус. Так вот, тогда, наверное, Фелькина грамотой надо назвать ежедорожный путь, потому что там головка рельса тоже с радиусом, и по ней едет коническое колесо. В Беларуси тоже так же будет огромное потребление земли, металлоемкость здесь в раз выше, чем на ЖД, пристегнуты, как в КамАЗе пассажиры. Вообще-то на Боингах летают не так, как на А-380, там даже кабины, вернее, на этом, самолете братьеврайт, там вообще даже кабины не было, и они даже не были пристегнуты и могли выпасть в любой момент. Это испытательный стенд, полигон, это не тестовая трасса, это не рыночный продукт, это демонстрация была в озерах, что струна выезжает, не порвется, нагрузка большая, КамАЗ, груженный до 15 тонн, не порвал ничего, опоры не упали. Для этого строился этот полигон, чтобы показать, что все элементы работают. Это не был продукт, с которым мы планировали выйти на рынок. И кто сказал, что там металлоемкость здесь раз выше, чем на ЖД. Металлоемкость путевой структуры на пролете 48 метров, самый длинный пролет в озерах 48 метров, 120 килограмм на погонный метр. Два рельса Р-75 весят 150 килограмм, два рельса, а под рельсами вообще есть шпалы, а под шпалами есть еще щебенка, а под щебенкой еще есть грунт, насыпь, а потом еще мосты, путепроводы, контактная сеть, это все трасса. Там металлов здесь раз больше, чем у нас, а не наоборот. И у нас не в КамАЗе в ЗИЛе ехали не пассажиры, а испытатель. Даже как первые самолеты, и неважно какой, А-380, испытывают испытатель. Пассажиров они не возят. Вместо пассажиров там стоят емкости с водой или мешки с песком. А у нас был груз в кузове, в Кунге ЗИЛе. Дальше, значит, возьмем для примера ту систему Юницкого, что короткое время прожила в озерах. Ну, во-первых, не короткое время. Мы построили в 2001 году, а снесли, снесли вандалы в 2009 году. После поддержки президентом Российской Федерации. Поэтому, ну, 8 лет достаточно длинный срок. Вообще, эта дорога проставила бы сто лет, и с ней ничего бы с ней не было. Если бы эта бригада в 100 человек приехала в Соединенные Штаты Америки, то им бы хватило, наверное, снести этот самолет Братьев Райт 10 секунд. И от него бы следа не осталось. А они разбирали, по крайней мере, наш полигон в сутки целые. Там были 100-тонные краны, были газорезки, пилы, болгарки. И 100 человек в форме, в погонах, с надписью МЧС. Поэтому она не сама исчезла. Это убрали наш полигон, наши конкуренты. Потому что Министерство транспорта, к сожалению, это наш конкурент. Он не сторонник наш. Обычная ферменная конструкция, которая для исключительности была протянута снизу тросами. В общем-то, усложненно от общепринятого. Но откуда знать? Посмотрите, это была эстакада, это мост. Посмотрите, какие мосты сложные. Современный мост, он весит 100 тонн на погонный метр. А у нас 120 кг на погонный метр. Какой же он усложнённый. Это разновидность эстакады. Это один из вариантов. Кстати, там было показано 4 варианта эстакады. Каждый пролёт имел свою конструкцию. Мы просто проверяли поведение. Как она ведёт конструкция под нагрузкой, под воздействием температур, ветра. И проверяли, умеем ли мы считать. Правильно, мы расчёты динамические сделали, статические расчёты. Это очень сложная конструкция для расчётов. Она статически неопределимая. Она не разнообразная конструкция. И поэтому очень сложно считать на самом деле. Но мы спроектировали, построили. А потом испытали под нагрузкой и определили деформацию, напряжение и так далее. Отклонение на 2-3 процента. Это для строительной конструкции. Очень высокая точность изготовления. Отклонение по параметрам. Допустим, деформация под нагрузкой. Это вообще невозможно добиться. А мы добились. Почему? Потому что та же труба. 102 миллиметра. Она может быть 95 миллиметров или 105 миллиметров. Не на 2 процента отличается. Точина стенки должна быть 10 миллиметров. Она может быть 8 миллиметров, а может быть 12. И так всё. Нельзя точно изготовить элементы. И мы с этих неточных элементов построили конструкцию, которая отвечала полностью нашим расчётам, нашей расчётной части. И мы это экспериментально проверили. В том числе и экспертная организация Белорусской нации. Потому что они тоже участвовали и финансировали.